Народы Кавказа – это различные этнические группы, населяющие Кавказ, Северный или Южный. В регионе проживают от 50 до 62 этнических групп. Кавказские языки – условное название языков Кавказа, не входящих ни в одну из известных языковых семей, распространенных за пределами Кавказа, например, индоевропейскую, алтайскую. На Кавказе живут народы с совершенно различной культурой, антропологией и конфессиональностью. Некоторые имеют анатолийское происхождение, некоторые – тюркское, другие – скифско-сарматское и даже монгольское и еврейское. Автохтонные – это языки, у которых нет очевидных родственников за пределами Кавказа, которые целиком распространены именно на Кавказе, это языки народов, которые живут на Кавказе очень давно. В последнее время в соцсетях часто видим, что некоторые жители Кавказа тюркского происхождения сильно увлечены изучением истории черкесов. С чего бы это? Нам очень интересно стало, так как не каждый народ, за исключением историков, не будет изучать так усердно чужую историю. Ни для кого не секрет, что многие народы Кавказа, хотят приписать к себе аланство. Аланы – это ироноязычные кочевые племена скифа-сарматского происхождения, прямые потомки аланов являются только осетины. Но тюркские народы хотят быть аланами, но, увы, хотеть и быть – это уже разное, и они нашли другой вариант, чтобы быть кавказцами. Увы, с аланами им не повезло, так как аланы – это ироноязычные кочевые племена. И они перешли теперь на черкесов-адыгов. Черкесы – это один из коренных жителей Кавказа, сами себя называют адыги, а другие народы их называют черкесами. Ранее мы говорили, что наши соседи, очень усердно изучают историю черкесов. И вот нашли, что у казахов есть племя, и называется это племя ширкеши, и утверждают, что черкесы и есть казахское племя ширкеши-тюрки. Наши оппоненты говорят, что казахи-ширкеши жили на Кавказе, и рисуют всякие карты Кавказа, где написано «Казахи». Посмотрите на эту карту, тут невооруженным взглядом видно, что шрифты разные и слово «Казахи» выделяется из остальных слов, что написано на карте. Но как мы знаем, автохтонные языки Кавказа – это языки, у которых нет очевидных родственников за пределами Кавказа. И тут очевидно, что тюркский язык не автохтонный язык Кавказа, но на этот факт они закрывают глаза. У них есть другие доводы, это схожесть терминов «черкес» и «ширкеш». Смотрите комментарии, что они оставляют в соцсети. Как они хотят быть черкесами? Мы позже затронем тему про черкесов и наших оппонентов-лжеисториков. А сейчас хочу перейти по такому же принципу, как они ищут про нас, хочу найти похожие термины с нашими соседями. Но мне интересно, когда искали про черкесов, а про карачаи не искали они или они скрывают, что нашли? Так смотрим внимательно, что мы нашли про карачаи. Карачаи От азербайджанского карача, черные азербайджанские цыгане, субэтническая группа цыган. Разговаривающие в основном на азербайджанском языке, имеется в виду татарский язык. В книге «Пять горских обществ Кабарды» мы видим, что Тульчинский описывает их как горские татары. На старинных фотографиях Ермакова подписаны горские татары. Имеется в виду карачаевцы. Так мы заметили, что у них от тюркских народов имеется только татарский язык, а одежда, фольклор, культура, традиции, отличаются от других тюркских народов, и мы прекрасно знаем, что все это они взяли у черкесов. Теперь мы поняли, почему вы скрываете свое происхождение, и пытаетесь присвоить чужую историю, не жалея сил и денег. То, что все выше изложено в этом ролике, я не утверждаю, что это факты, просто по такому же принципу, как наши соседи это делают, роют под нами всякий бред, без никаких фактов, и распространяют это бред везде. Хочу дополнить, прежде чем копать нашу адыгскую историю, откопайте свою собственную историю, а не всякие гипотезы. Своё грязное бельё рассмотри хорошенько, прежде чем искать в чистом бельё пятно.